Детские поэты Каждый день. Герои книг – твои сверстники, порой такие же непослушные и озорные, как ты сам. Посмеешься над ними, посмеешься и над самим собой. Уметь посмотреть на себя со стороны бывает очень важно. Роберт Рождественский. Алешкины мысли. Эти стихи Роберт Рождественский посвятил своему внуку. Я себя испытываю, родителей воспитываю. Сиди, а я встаю. Не пой, а я пою. Молчи, а я кричу. Нельзя, а я хочу. После этого всего в доме что-то нарастает. Любопытно, кто кого в результате воспитает? В сборник «Восемья» вошли веселые стихи современных детских поэтов Инны Гамасковой и Марка Шварца о детях, их родителях, бабушках, дедушках и домашних питомцах. Инна Гамаскова страдания В зеркала и витрины и лужи Не гляжу, обхожу стороной. Эх вы, уши, несчастные уши, Что вы сделали, уши, со мной? У других ведь обычные уши, Чуть побольше, поменьше слегка. Почему, почему, почему же Вы растете, как два лопуха? Все девчонки смеются над вами, Видно, мне пропадать не за грош. Хорошо еще, нравлюсь я маме, Потому что на папу похож. Марк Шварц, демобилизация Я в своей родной квартире, Как на службе строевой. У меня все командиры, Только я здесь рядовой. Всем я должен подчиняться, По приказу одеваться, По приказу умываться, Ровно заправлять кровать. По команде есть садиться, По заданию учиться, По режиму спать ложиться, По будильнику вставать. Теперь вам ясно, Почему начала грызаться я? Конец терпению мою, Демобилизация! Виктора Лунина можно назвать Одним из лучших детских Русских поэтов нашего времени. Его стихи наполнены добротой, Настроением и отличной рифмой, Иногда трогательны, А порой и смешные. В сборник вошли стихотворения Озорные и лиричные, Игровые и трогательные. Они понравятся и детям, И их родителям. Когда я взрослым стану, Когда я взрослым стану, Я все позволю сыну. Руками есть сметану, Валезать ко мне на спину, Валяться на диване, На стенке рисовать, Жука хранить в кармане, Лица не умывать, Кричать, по лужам бегать, Спилить у стула ножки, Не спать и не обедать, Скакать верхом на кошке, Крутить в часах пружину, Пить воду из-под крана. Я все позволю сыну, Когда я взрослым стану. В стихотворный сборник «Пегас в Крапинку» вошли стихи современных детских поэтов, финалистов конкурса «Новая детская книга» Юлии Симбирской, Анастасии Орловой, Алексея Ерошина и других. Как известно, «Пегас» в древнегреческой мифологии — это крылатый конь, который вдохновляет поэтов на создание прекрасных стихов. К авторам этого сборника, вероятно, прилетел не строгий взрослый пегас, а маленький пегасик, тоже веселый и озорной, Весь в забавную крапинку. Поэтому стихи получились детские, веселые и озорные. Дина Бурачевская «Курица лапой» Я очень старалась. Я вывела слово «немножко коряво», «немножко корова», «немножко карета», «немножко корыто». Значение его до сих пор не открыто. Листаю тетрадь семилетнего папы, ведь тоже писал он, как курица лапой. И в этой тетрадке открылась случайно такая большая семейная тайна. И в школе напрасно над почерком бьются, немножко ругают, немножко смеются. В заветной тетрадке я вывела строчку «Я папина дочка». Предлагаем вашему вниманию книгу «Исключение из правил». В книге собраны стихи современных детских поэтов Татьяны Боковой, Виктора Борисова, Инны Гамасковой, Жанны Довитьянс, Марины Дружининой и других. Стихи, представленные в данном сборнике, понравятся и детям, и взрослым. Содержание удивительное. На разные темы написано поучительно и с юмором. Стихи запоминаются легко. Гайда Лаксдынь. Чьи коленки? В уголочке, возле стенки, стоят грустные коленки. Две зеленые коленки притулились возле стенки. Мы спросили у Аленки, почему они в зеленке? И зачем торчат у стенки эти битые коленки? Промычала тут буренка, чтоб не трогали теленка, чтоб не мчались без оглядки и не прыгали на грядки. И еще их наказали, чтоб на крышу не влезали, по дороге не носились, чтобы вовремя явились не такими битыми, грязными, не мытыми. Верно все. В ответ Аленка. Наказали. И теперь на них зеленка, чтобы знали. Жанна Давидьянц. Задиры. Мне Катька язык показала, а я оторвал ей карман. Она все отцу рассказала, и вышло, что я хулиган. Зачем я с ней только связался? Стою вот в углу и реву. Второй-то карман ведь остался. Я завтра его оторву. Леонид Яковлев. Обида. Вечно занят папа мой. Точно я ему не сын. Не играет он со мной. Я живу совсем один. И если б стал я выше ростом, и если б стал я сразу взрослым, от рассвета до заката время все, и всю зарплату я бы тратил на него, на сыночка моего. Шоколад и карамель приносил ему в постель, вырезал ему рогатки, линовал ему тетрадки, за него учил уроки и сносил его упреки, и дарил ему подарки, и менял значки на марки. А под вечер, еле жив, спать сыночка уложив, я шагал бы на работу и мечтал бы, как охота, стать на день пониже ростом, стать мальчишкой, а не взрослым. Я бы папа понимал, отдыхать ему давал. Марина Дружинина, моя бабушка. Мы с бабуленьки друзья, ведь она совсем как я. Ходит в цирк на представления, любит сказки и варенье, и, конечно, бабушке нравятся оладушки. Их без устали печет, ну а я кладу их в рот. Татьяна Бокова, младший брат. У меня родился брат. Я, конечно, очень рад, только этот братик не встает с кровати. Как не будешь тут сердиться, днем мой брат все время спит, плачет среди ночи, а играть не хочет. В доме все теперь вверх дном, все заботятся о нем. Даже мне для брата быть примером надо. Я стараюсь, я готов, только брат не знает слов, говорит лишь «мама». Мама, да и то так странно. Время медленно идет, долго братик мой растет, но уже я знаю, в нем души не чаю. Я его не троплю, я его и так люблю. Он такой хороший, он немножко на меня, на меня похожий. И хотел из снов сочинение на тему, как я провела лето. Лето думала, что буду я скакать и бегать всюду, ну а я весь день спала, вот как лето провела. Лето думала, с утра я у реки позагораю, ну а я белым-бела, вот как лето провела. Лето думала, на пляже поиграю в волю, я же мячик в руки не брала, вот как лето провела. Говорят, ты стала хилая, ничего себе дела, просто лето обхитрила я, просто лето провела. Надеемся, что стихи вам понравятся, и вам захочется их почитать и выучить наизусть. А стихи тренируют память и скорость мышления. Чем больше стихотворений учит человек, тем быстрее он воспринимает новую информацию. Они обогащают словарный запас, учат рифмовать слова, вслушиваться и понимать ритм. Читайте, девчонки, читайте, мальчишки, плохому не учат любимые книжки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...